Омская мэрия незаконно убирала киоски из городских улиц. Эти факты удалось доказать прокуратуре, и это уже второе нарушение, которое допустили чиновники в ходе работы над упорядочиванием схемы, по которой на улицах Омска должны стоять павильоны. Процесс длится уже больше года, и не только в нашем городе, так и в Новосибирске власти решили убрать больше 4 тысяч ларьков. Как в Сибири борются с незаконной торговлей и нужны ли небольшие точки продаж вообще, расскажет Юлия Боброва. Эти киоски на остановке улицы Рабиновича все еще работают только благодаря настойчивости их владельца. Мэрия Омска убрала павильоны из схемы размещения нестационарных торговых объектов в октябре прошлого года. Хотя киоски на своих местах стояли законно, и договоры были действующими. На сторону бизнеса встала прокуратура. Из схемы были исключены места, по которым имелись действующие договоры на размещение нестационарных торговых объектов. Во-вторых, отсутствовало основание для исключения. То есть в качестве основания администрация привела именно истечение срока действия договора. В свою очередь постановление 18.12 не содержит такого основания для исключения места из схемы. Борьба чиновников с владельцами мелких торговых точек в Омске идет с прошлого года. Так летом с привокзальной площади вывезли более двух десятков ларьков. Продавцы без боя не сдавались. Лишь бы остаться на насиженном месте. Как-то надо жить все-таки. Тяжело сейчас с работой. Вывозить однозначно нас не будут, потому что товара здесь очень много. Я, как вы сами понимаете, материально ответственное лицо не дам. Со мной они не имеют права. Права мы уже свои знаем. Война владельцев киосков и мэрии грозит повториться в Новосибирске. Там снесут более четырех тысяч киосков. Мы не хотим поголовно лишить бизнесменов своего бизнеса. Мы хотим просто легализовать, чтобы эти киоски стояли на законных основаниях и приносили в бюджет города деньги. Впрочем, демонтировать будут только те объекты, с владельцами которых истекает договор аренды. Чтобы остаться на месте, нужно выиграть аукцион. Но самое страшное, считают киоскеры, в другом. По новому закону павильоны запрещено ставить на коммуникациях, вблизи дорог и домов. Я уверена, что 99% несационарных объектов, которые расположены в городе Новосибирске, стоят на каких-то коммуникациях. Поэтому это угроза каждого первого объекта. Поэтому владельцы киосков до последнего игнорируют предупреждение. Кто-то пытается договориться с жителями многоквартирных домов, чтобы те разрешили торговать в пристройке. Но и здесь понимание бизнес не находит. Продукция одна и та же. И цены тоже. Меньше алкашей. Мне кажется, это неплохо. А что там, санитария что ли? Нет, конечно. Магазин есть магазин. Эксперты считают, нужно искать компромисс. Малые торговые точки, если они стоят легально, приносят деньги в казну, оживляют улицы и удобны для горожан. Вопрос в дизайне. Думаю, что сибирские города, которые в общем целом похожи друг на друга, хотя бы, допустим, Иркутск, Барнаул, Тюмень, Омск и Томск, могли бы скинуться и заказать один и единый дизайн. Там надо посмотреть на опыт других холодных городов. Например, на Хельсинки, где вот эти комплексы, где продаются газеты и кофе, они становятся одним из символов города и его современности. Этот хай-тек дизайн очень классно смотрится. Впрочем, о том, чтобы в Сибири появились киоски в стиле хай-тек, например, с шаурмой, говорить не приходится. Пока речь идет только о том, чтобы убрать нелегальные торговые точки. Юлия Боброва, Константин Демиденко, Дарья Швыткая, Денис Солдаткин. Новости. Здесь Омск.